Продолжаем проект. Сегодня мы растем. На российском рынке, после того, как мы достигли уровня поддержки 143 тысяч пунктов, пошел небольшой отскок. Выше уровня 150 тысяч мы пока не поднимаемся. Это важный уровень очень. Если мы его пройдем, то будет уже возобновление бычьего тренда. Пока об этом говорить рано. Сегодня я стою в лонге по РТС. 147 500 я встал на открытии. В принципе, лучше сайт, наверное, у меня не получилось бы. Вот здесь я встал, как открылись. Открылись с гэпом. Естественно, как дали мне купить, так я и купил. Текущий 148 300 уходил выше на 149 100. Даю шанс я цене пробить уровень сопротивления 150 тысяч пунктов. Что касается моего депозита, то сейчас ликвидационная стоимость составляет 99 500. То есть, в принципе, месяц прошел впустую. Ничего не удалось заработать. Надеюсь, в феврале будет нормальный тренд. И мне не удастся на него заработать. В январе, в принципе, тоже был тренд. Но я его пропустил. По собственной глупости. Надеюсь, такого больше не повторится. В принципе, здесь можно было очень легко заработать. Был очевидный тренд. Все сделки в январе практически были в шорт. То есть, я торгал по тренду. Но не получилось. Экспериментировал со стопами. В итоге, меня вбивало постоянно. Ну вот и промчались несколько часов. Текущее время 16.24. Через 5 минут мы ожидаем статистику. Текущие позиции пока плюсуют. В целом, что сейчас ожидать? Либо цена пробьет уровень. Пойдет выше. Уровень данных 150 тысяч пунктов по индексу РТС. Либо она отобьется, пойдет ниже. Гадать не стоит. Проще дождаться непосредственного решения рынка. Цена сейчас находится в середине канала. То есть, в принципе, можем легко идти как к нижней границе, так и к верхней. Все нам здесь не мешает. Давайте пока посмотрим, что пишут в нашем чате. Александр Потавин пишет в подписке. Фичи толкутся возле уровня 149 тысяч пунктов. Причем покупателей все больше. Думаю, в ближайшее время мы должны увидеть хорошее движение вверх. Возможно, к уровню 150 тысяч пунктов. Ну, я здесь солидарен с Александром. Скорее всего, мы пойдем вверх. Если статистика хотя бы будет в рамках ожиданий. Игроки боятся статистики. Резко сократили размеры позиций. То есть, здесь вышли игроки из позиций. Сейчас сырный пустой. Довольно-таки волатильный будет на выходе статистики. Ликвидность на рынке сократилась. Так, первый реакция негативная. Повышается волатильность на рынке. 148.800. Первая реакция на S&P тоже отрицательная. Новых позиций не открывается. Закрываются длинные позиции. Видите, да? Open Interest сокращается. Объем очень большой. По всей видимости, у нас негативная все-таки информация. Закроет нас, скорее всего, по стопу выйдет. Будем ждать сейчас закрытия вот этой 30-ти минутки. Если она закроется в таком виде, я буду ликвидировать позицию. Либо, ну, скорее всего, раньше, наверное, стоп сработает. Можно уже здесь говорить о попытке переворота позиции. Если сейчас вот негативно так закроемся. Пошло резкое снижение по всем рынкам. Я уже перевернулся в Short. У меня текущая позиция 2 контракта Short RTS. Средняя 147. 700. А, 147. 653. Ну, видно, да? Пошло падение. Мы не смогли преодолеть вот эту вот поддержку. Точнее, сопротивление. Потом каналчик идет. Сейчас, возможно, пойдем к нижней границе на 145. Оттолкнулись и с импульсом пошли вниз. Объемы большие. Это, в принципе, была одна из мотиваций к продажу. На дневном интервале продолжается падение. Мы восстановили принятие позицию по тренду. На американских рынках пошло падение. Связано это, прежде всего, с высшей статистикой. Начал резко усиливаться доллар против остальных пар. С такими пирогами ухожу на ночь. Всем удачной торговли. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова